В Екатеринбурге проходит первый футбольный кубок в рамках международной выставки Иннопром. И в первом полуфинале на главной спортивной арене Екатеринбурга российский Урал уверенно переиграл команду Равшан из Таджикистана. Матч завершился со счетом 5-0 в пользу хозяев площадки. Во втором поединке полуфинала на поле Академии футбольного клуба Урал вышли Кызылкум из Узбекистана и команда EMT Белград. В итоге команда из Узбекистана одержала победу со счетом 3-0. Прекрасные результативные матчи. И таким образом соперником Урала в финальном матче станет команда Кызылкум из Узбекистана. Игра пройдет 11 июля в 19.00 на Екатеринбург-арене. А 10 июля в 19.00 на поле Академии футбольного клуба Урал пройдет матч за бронзу. И в нем сойдутся Равшан из Таджикистана и сербский EMT Белград. Вход на матчи свободный, хочется отметить, поэтому можно посмотреть международные матчи прямо в Екатеринбурге. Круто. Я, наверное, 11-го числа? 11-го. Я постараюсь. Да, правильно. Также Екатеринбург принимает этап крупнейший в России серии соревнований по триатлону. Iron Star пройдет 13 и 14 июля в Уральской столице. Стартовый комплекс будет размещен на стадионе «Динамо». Участники преодолеют плавательный этап в акватории городского пруда. Велосипедная гонка пройдет по центральным улицам города и по федеральной трассе Новомосковского тракта, где участников ожидает небольшой перепад высот. А завершится соревнование беговым этапом, маршрут которого пролегает по живописному променаду вдоль набережной городского пруда без изменения высоты. Поболеть за спортсменов также могут абсолютно все желающие, расположиться по всей длине маршрута, поддерживать, болеть всегда это необходимо для участников. Тем более погода будет достаточно теплой и жаркой. Я думаю, что преодолевать дистанцию будет непросто. Я напомню, что ребята будут преодолевать полужелезную дистанцию в 21 километр в общей сложности. Это в принципе даже с хорошей погодой, когда где-то плюс 15, плюс 20 тяжело, а здесь будет и подавно. Ну и еще вернемся к футболу, потому что футбольный клуб «Урал» на этой неделе начинает свой сезон в футбольной национальной лиге. Первый матч «Шмели» проведут против команды «Сочи». Игра пройдет на Екатеринбург-арене 14 июля в 18.00. Я напомню, футбольный клуб «Урал» 11 лет выступал в элитном дивизионе российской премьер-лиги, но в минувшем сезоне скатился до 14-го места. Проиграл стыковые матчи команде «Акрон» из «Феннелл». В результате теперь мы играем в лиге чуть-чуть пониже. Билеты на первый матч «Урала» уже в продаже. И стоит напомнить, что футбольная национальная лига не требует паспорт болельщика, поэтому нет никаких преград для посещения стадиона. Нарочно они скатились. И паспорт болельщика не нужен, и билеты чуть дешевле, наверное. Ну, будем надеяться, что все-таки там они задержатся ненадолго, только на один сезон, как и планируют. Ну и сейчас в самом разгаре у нас чемпионат Европы по футболу. Я знаю, что ты, Симон, его смотришь. Да. Поэтому викторину я решила посвятить именно чемпионату Европы по футболу, но все-таки больше его истории, поэтому, наверное, будет не очень просто. Нет, шанс. Давай начнем с самого начала, что называется. В каком году прошел первый чемпионат Европы по футболу? У тебя есть варианты ответа в 1945, 1960 или 1965. Ну смотри, вряд ли это. В 1945, я думаю, всей Европе было, но не совсем до этого. Так. Они еще отмывались. Я думаю, 60-й год. 60-й год, и ты абсолютно прав. Соревнования проводятся каждые 4 года, начиная с 1960 года между чемпионатами мира. Следующий вопрос. Самый результативный чемпионат Европы было в 2021 году, совсем недавно. Сколько голов за весь турнир было забито? Варианты ответов 120, 95 или 142? Конечно же, я буду говорить наугад. Потому что не все матчи смотрел, да и не складывал эти голы. Я думаю, 120. 120. Ну, немножечко ты ошибся, все-таки 142 мяча было забито в 2021 году. Посмотрим, будет ли побит этот рекорд в этом году. Да точно не будет. Не будет, да? Нет, конечно. Хорошо. И последний вопрос сегодняшней викторины. Какая из этих сборных трижды побеждала на чемпионате Европы? Германия, Италия или Франция? Не, ну самые киталованные, я думаю, все-таки французы среди представленных. Хотя ты брала уже вариант Б, брала вариант В. И хотелось бы, чтобы ты взяла Германию. Но в то же время я болею за Италию, которая вылетела. Давай Франция, Франция. Уверен? Джо Мапель, Сема, да, уверен. Давай, если я сейчас неправильно ответил, можешь мне подарок не дарить своей традиционной. Хорошо, Семен, но ты действительно неправильно ответил. Все-таки Германия трижды выигрывала, а Италия и Франция пока только по два раза.